Тяжёлое ранение Богдан получил на Донецком направлении в марте 2023 года. Во время миномётного обстрела снаряд разорвался в нескольких метрах от мужчины. Осколки посекли всё тело. Медики сделали всё, чтобы Богдан выжил. Однако он потерял возможность передвигаться самостоятельно. Теперь осваивает колёсное кресло. Говорит, ему очень помогает комплекс упражнений, которые специально для него разработали реабилитологи. «Мы занимаемся балансом, укрепляем мышцы живота, которые сейчас совсем не работают. Физкультура очень сильная. Качаем руки, что очень важно в моём случае. Также занимаемся растяжкой, вертикализацией с физическими нагрузками. Это улучшает моё общее самочувствие». Богдан говорит, его ближайшая цель – пересесть из обычного кресла в активное. Это значительно увеличит его мобильность, поскольку оно более компактное и лёгкое. На активном кресле человек с инвалидностью может преодолевать препятствия и даже пользоваться лестницей. Чтобы реализовать своё желание, Богдан вместе с реабилитологом работает над укреплением мышц и улучшением равновесия. «Мы делаем упражнения на верхнюю часть тела, потому что ему руки нужны более сильные, чем для среднестатистического человека, потому что он ими пользуется при пересаживании, чтобы встать с пола, если он упал, и так далее. Он должен быть сильнее, чем мы все». Богдан говорит, уже прошёл несколько курсов реабилитации, на восстановление ездил и в европейские центры. Но больше всего ему помогли именно в Днепре. Здесь он в короткие сроки улучшил равновесие и выносливость. Павел в реабилитационном центре готовится к будущей операции. До полномасштабного вторжения России работал строителем. В армию пошёл добровольцем. Сначала служил в стрелковом батальоне на Запорожском направлении. Затем переучился на сапёра. Был в Херсонской области. Там в результате подрыва российской мины и получил ранение. Ногу медикам пришлось ампутировать. «Я когда работал сапёром, я себе абсолютно отдавал отчёт, что это может произойти каждую минуту, каждый шаг может быть последним. Поэтому для меня не было таким шоком это ранение. Морально, я себе к нему подготовил». После протезирования Павел уже свободно передвигается и даже ездит на велосипеде. Вскоре ему придётся снова перенести вторую операцию на ноге. После первой ампутации образовался костный отросток, который не даёт полностью зажить ранее. «Он находится в нашем отделении, чтобы поддерживать свои две нижние конечности – верхнюю конечность выполнением общей физической подготовки. Он полностью самостоятельный, поэтому готовится к следующей реампутации». С каждым пациентом в реабилитационном центре Днепра работает мультидисциплинарная команда. Это врачи физической реабилитации, физические терапевты, эрготерапевты, логопед и психологи. Для пациентов разрабатывают индивидуальную программу. После завершения лечения Павел хочет остаться в ВСУ, стать инструктором. Мечта Богдана – стать максимально мобильным и найти работу в IT-сфере. Наталья Кусова, Владимир Штенгелов из Днепра. Для телеканала Freedom.